Детские и спортивные площадки пользуются большой популярностью у маленьких химчан, вне зависимости от времени года. В связи с обильными осадками, обрушившимися этой зимой, стали поступать жалобы на неудовлетворительное содержание игровых зон. Заместитель главы Ирина Теслева вышла на внеплановую проверку площадок в сквере имени Марии Рубцовой и пообщалась с химчанами. Здравствуйте! Часто здесь гуляете, играете? Нет, редко. Редко приходите сюда? Да, редко сюда. А сегодня пришли, как вам состояние вообще? Ну вообще нормальное. Один раз пришли, здесь все в снегу было. Ну это невозможно было даже гулять, а сегодня очень хорошо. А сегодня вот у нас, да, то есть мы так его в порядок навели, хотя это да, и создали условия. Вместе с заместителями главы, участниками рейда стали жители городского округа. Комиссия посетила спортивную площадку, где проверила работоспособность тренажеров. Задача стоит жесткая. Мы содержим свои территории, а у нас 114 только спортивных площадок муниципальных находятся на территории городского округа. У нас 23 катка, которые пользуются большим спросом и, благо, погода позволяет. Поэтому задач много и стараемся выдерживать высокие требования по содержанию этих объектов. Уже весной будут установлены новые современные игровые зоны. Также в городском округе продолжится реализация проекта «Открытый стадион», в рамках которого жители близлежащих домов смогут иметь доступ к спортивным сооружениям, расположенным на территории школ. Редактор субтитров А.Семкин